Башкирский эпос Сейчас проводятся различные конкурсы, а когда-то он был таким полузабытым, малоизвестным текстом, о котором знали только ученые. И во многом этот эпос определил содержание дальнейших эпических произведений, которые создавались на основе него и по мотивам этого эпоса. И надо сказать, что во многом этот эпос определил какое-то духовное содержание, я бы сказал, психологическое, я бы сказал, лицо, в общем-то, башкирского народа. И мы с вами узнаем, почему Уральские горы названы Уральскими. Этот эпос был записан в 1910 году тогда еще малоизвестным собирателем фольклора Мухаммешем Дарахмановичем Бурангуловым. Вот видите, вот он на фотографии в возрасте, когда он ездил по этим аулам и собирал эпосы, предания, легенды, записывал сказки. И он это воспринял как подвижничество, поскольку его наставили тогда просветители, известные башкирские просветители, на это, в общем-то, служение. И этим он занимался всю жизнь. Родился он в 1888 году, получил образование как землемер, и в дальнейшем его жизнь была посвящена собиранию фольклора и созданию, в общем-то, башкирского театра. Его жизнь была достаточно сложная, интересная. Он не раз подвергался репрессиям, арестовывался, но, тем не менее, настойчиво продолжал, в общем-то, свою работу по сохранению, в общем-то, башкирского наследия, уникального башкирского наследия. В 1950 году он был по доносу своего коллеги, фольклориста, арестован. И чудом, в общем-то, избежал каторги, в общем-то, в лагерях. Он получил 10 лет поселений, и в 1954 году он был освобожден, и в 1956 году реабилитирован. Но не полностью. Местные власти его так и не реабилитировали, и он так и не добился полной реабилитации и признания. И только вот спустя уже 50 лет, в общем-то, его деятельность и его заслуги были отмечены. Но, правда, до сих пор мы боремся за то, чтобы ему поставили памятник в центре Уфы. Потому что он, конечно, заслуживает этого. Этот человек, в общем-то, был одним из создателей башкирского театра и башкирского языка. Потому что тогда, до революции, в общем-то, все башкиры писали на тюрки. Вот. Арабское письмо. И башкирского языка как такового не было. И именно в первые годы из советской власти был создан словарь. Вот. Первые годы из советской власти был создан башкирский театр, где шли пьесы, написанные Бурангулом. Поначалу это были такие простые пьесы, типа «Башкирская свадьба», где, собственно, люди плясали в этих же свадебных костюмах, нагрудниках, которые вы можете увидеть в местных музеях. И порой даже сами зрители принимали участие, воспринимая вот это действие как свадьбу настоящую. Но постепенно, так сказать, вот эти башкирские писатели, башкирские деятели, в том числе бурангулов, усложняли психологически, усложняли эти тексты и постепенно создавались, так сказать, более сложные психологические драмы, которые, в общем-то, и вошли в современный репертуар. Тогда же, в 30-е годы, был создан башкирская опера и башкирский балет. Вот. То есть, фактически, только после революции, значит, башкиры получили возможность развивать свою культуру. Почему? Потому что башкиры первые среди освобожденных народов создали свою армию. Башкирские промышленники вооружили ее. И она стала таким мощным аргументом в диалоге башкир с властью. И Ленин, значит, вот дал указание переманить башкир, значит, от Колчака, так сказать, на свою сторону. Ну, и башкирские войска, перейдя на сторону большевиков, при условии, что будет создана автономия башкирская, фактически создали Российскую Федерацию, как Федерацию народов. Вот. И в дальнейшем, так сказать, вот эта, значит, эта деятельность по созданию башкирской культуры, башкирского, башкирского языка продолжалась. Вот следующее. Вот. И одним из, вот, и одним из проявлений вот этой вот деятельности Мухаммеша Бурагуа была, значит, деятельность по публикации башкирских эпосов. Почему так было важно это? Потому что среди павловских народов только башкиры имели эпосы. Только башкиры. Ни у марийцев, ни у татар, ни у, значит, у чувашей не было эпосов. И наличие эпосов было важным аргументом в споре с соседними народами по поводу того, является ли башкиры самостоятельным, самодостаточным этносом. Ведь в споре, так сказать, принимали участие, к примеру, представители казанских татар, которые говорили, башкиры это вот не народ. Это вот, собственно, казанские татары, только дикие, живущие в горах. Но, значит, наличие, так сказать, вот этих эпосов говорит о том, что это действительно, так сказать, народ, исконне проживающий на этой территории и воспринявший очень древние, может быть, от своих предков, тексты, которые формировали их национальное самосознание. Потому что на вот этих вот иинах, собраниях, так сказать, представителей родов, когда обсуждались, значит, вот всякие важные события по поводу того, начинать войну там с казахами или, допустим, принимать подданство России, и видное место занимали сэсены, сказители, которые, так сказать, вот настраивали людей, исполняя эти эпосы и говорили, вы вспомните, как Урал-Батыр создал, значит, вот горы, как, значит, Хаубан, значит, осушил озеро Шульген, значит, победил хана Масима, вот, или как вот Заятуляк, значит, вот совершил, значит, свои подвиги. Вы должны точно так же поступать, потому что каждый башкир знал эти эпосы и воспринимал их, как, значит, свидетельство их древней истории, права на эту землю. Вот, и, естественно, Мухаммеша Буранголов это понимал. Когда его в очередной раз арестовали, он понял, что ему надо бросать эту политическую деятельность, вот, и надо заняться тем, что он уже накопил. Надо было опубликовать эти эпосы, и в 30-х годах, в 36-м году он поступает на работу в наш институт, и за несколько лет публикует шесть книг. Вот, и одна из книг, это эпос о Батырах, куда он собирался вставить эпос Урал-Батыр, но в результате каких-то, наверное, политических интриг, в общем-то, эпос Урал-Батыр так и не был опубликован, потому что он слишком выбивался из общей массы, так сказать, различных текстов. Вот, и в 40-м году он пытался его опубликовать отдельной книжкой, но не получилось, и он передал его в архив. Вот, и этот эпос, фактически созданный из двух текстов, он так и написал, что он записал у Габита Сесена, и, значит, второго Сесена, и свел эти два текста, как бы вот, сделав их более полным. Это самый крупный эпос башкирский. Из 106 эпосов, существующих у башкир, это самый крупный. Он, значит, имеет примерно 3,5 тысячи строк, записан полностью, значит, в поэтическом варианте. Вот, и этот текст фактически пролежал полвека в архиве, и каждый сотрудник, занимающийся фольклором, с ним знакомился, и только в 76-м году, значит, этот текст был опубликован, вот, и это было, стало возможным, потому что, значит, в 56-м году сотрудник нашего института случайно записал второй вариант этого эпоса. Значит, это Ахнаф Ибрагимович Харрисов, в общем-то, наш директор, известный фольклорист, вот, и у жителя Троицкого, города Троицкого, он записал этот текст и опубликовал его. Вот, правда, это был прозаический вариант такой в виде сказки, но сам факт того, что житель Троицкого, который никогда не читал эпосу Ралбатыр, но фактически изложил основные, так сказать, вот, сюжеты этого эпоса, говорит о том, что этот эпос был широко известен. Вот, но мы с вами посмотрим, что фрагменты этого эпоса вошли в тексты, значит, эпических произведений, и фактически мы имеем 7 вариантов этого эпоса. Вот, что говорит о том, что это подлинный эпос, вот, а спор о подлинности продолжается до сих пор. До сих пор есть ряд ученых, которые говорят, что не может быть такого эпоса у башкир. Он был написан, создан самим СССР. Вот, и эта проблема до сих пор существует, и с моей точки зрения она надумана, потому что сам эпос является свидетельством вот этой древности. И полуграмотный СССР, Мухаммед Шабурангулов, при всем том, что он был, хорошо разбирался в фольклоре, не мог создать этот эпос, потому что некоторые детали стали известны нашим только современникам, специалистам по фольклору. Вот, и его написать мог только академик, живущий примерно в конце 20 века. А не, так сказать, вот, сельский житель, который просто из интереса ходил и собирал, и записывал эти эпосы. Вот, и, естественно, что сама публикация этого эпоса произвела огромное впечатление. Вот, я и сам, школьником, читал в библиотеке всемирной литературы этот эпос, среди двухтомники эпос народов СССР и среди множества различных эпосов мне запомнился только эпос «Анартах» и эпос «Урал-Батырх». Вот, и когда я попал в пещеру Шульганташ, вот, собственно, я очутился на родине, собственно, этого эпоса, я сразу, так сказать, включился вот в этот анализ, в общем-то, и меня, так сказать, приселило вот это ощущение, что хозяин пещеры Шульган, значит, вот, смотрит на меня откуда-то из темноты, и, в общем-то, и название пещеры Шульганташ мне показалось не случайно связанное, так сказать, вот с противником «Урал-Батырх». Вот, и оттуда, в общем-то, и появился этот интерес, и, в общем-то, я начал собирать вот как раз материал по этой теме, и, в общем-то, это, в конце концов, вылилось в монографию, которую я издал в 2006 году про эпос «Урал-Батырх». Вот, и, в общем-то, краткое содержание вот этого анализа я хочу вот вам и показать, для того, чтобы вы имели представление о том, что составляет суть вообще башкирской культуры и, собственно, ее исток. Сам эпос фактически разбивается по содержанию на ряд сюжетов, сюжетных линий, которые, в общем-то, можно назвать главами или частями. Вот, и сам эпос начинается с описания детства «Урал-Батыра». В нем описывается быт охотников, никаких не скотоводов, а именно охотников. Вот, они охотятся на животных, вот, и там присутствует такой вот запрет, инициационный возрастной запрет. Вот, детям запрещено пить кровь убитых животных. Вот. Почему это запрещено? Потому что душа зверя может войти в неокрепшую душу ребенка, который не прошел еще обряд посвящения. Там буквально это все расписано, описывается это. Вы понимаете, какой древности этот сам эпос, где сохраняются реалии эпохи древнекаменного века, эпохи, когда, в общем-то, юноши посвящались в пещере Шурганташ. Потому что этот обряд уже в эпоху неолита исчезает, когда появляется уже скотоводство, появляется земледелие, и мифология как таковая исчезает, появляются уже предания, так сказать, и эпосы, героические эпосы. А тут описывается именно вот этот уникальный обряд. И, значит, Урал-Батыр эту кровь отказывается пить, а его брат выпивает. И по одному варианту, по, значит, варианту большого эпоса, он становится злым человеком, в него входит зло. А по варианту сказки он превращается сначала в медведя, а потом, значит, тонет в озере. То есть погибает. А с этого момента, значит, они начинают ходить на охоту вместе с родителями, поскольку родители поняли, что они уже, так сказать, становятся взрослыми. Вот, следующее. И во время охоты они поймали, значит, лебедь, птицу-лебедь, которая оказалась, в общем-то, оборотнем. Она превращается в красивую девушку и говорит, «Меня не надо убивать, я вот, значит, дочь царя птиц, вот, и я вам укажу дорогу к живому роднику». Потому что родители испугались, раз зло вошло в их мир, может быть, зло-смерть где-то рядом. И вот они отправляют детей, следующий сюжет, в дальнее путешествие, чтобы они нашли это зло, убили его, зло, эту смерть, нашли вот источник бессмертия, чтобы люди никогда не умирали. И вот они отправляются в это дальнее путешествие, Урал и Шульган, и на развилке встречают старика, который им указывает дорогу. Вы знаете, в сказках есть обычно там Баба-Яга или еще какой-то старик, который указывает дорогу, что надо им делать, куда идти. И вот они оказываются на развилке дорог. И по жребию, значит, Уралу надо идти направо, в страну, где живет вот эта птица-лебедь, а Шульгану налево. Но он как старший все переначивает. Идет сам в страну птиц, А Уралу достается вот дорога, так сказать, царства зло. Зла, значит, хана Катилы. Там, значит, Урал побеждает всех этих, значит, самого царя, его приспешников. Причем он сражается там с гигантским быком и, значит, побеждает его, и бык становится уже ручным. Вспомните, вот этот вот сюжет есть в мифах о Геракле. Победа над гигантским быком. Миф от Исея, помните, Аргонавтика. Там тоже гигантский бык, который надо тоже усмирить. То есть это говорит о том, что это реалии, реалии, очень древние, реалии эпохи бронзового века. Именно в это время, так сказать, существовали эти мифы, связанные, так сказать, вот уже с приручением животных, когда еще быки, полудикие быки были очень опасными. Вот, и очевидно, вот эта вот мифология относится именно к этому периоду, где-то древностью 4, может быть, 5 тысяч лет. Вот, потому что аргонавтика, миф об аргонавтике датируется еще до Троянским циклом, то есть древнее, так сказать, вот середины 2-го тысячелетия. Вот, кстати. То есть вот такие вот моменты указывают, что вот мы здесь опять имеем такую вот возможность продатировать вот эти сюжеты, вот этим вот содержанием этих событий. Вот, и дальше, значит, Урал-Батыр по просьбе народа, которую он освободил от этого хана Катилы, который приносил к жертву людей, вот, девушек бросали в колодец, а мужчин сжигали на вершине горы, или скармливали вороном. Вот, он побеждает, когда побеждает их, народ просит его жениться на красавице вот этой вот царевне, потому что, значит, народу нужен защитник. От красавицы родится Батыр, который будет их защищать. Видите, еще одно реалии такого родового общества. Ну, Урал сначала отказывается, а потом вынужден, так сказать, вот стать супругом, так сказать, этой царевны. И далее он, значит, отправляется дальше и встречает по пути, так сказать, там змея, заркома, который пытался проглотить оленя. Вот, и он видит, что вот гигантский этот дракон, змей заглатывает оленя, и рога застряли в него в пасти. Это тоже очень интересный момент. Вспомните Пазырыхские курганы, где, значит, фантастический хищник, там грифон заглатывает оленя, у него из пасти торчат, собственно, голова и рога оленя. Вспомните филипповские находки из сарманского кургана, значит, с середины 4 века до нашей эры, где тоже есть такие же изображения. И это значит, что эти сюжеты были важны в то время у ранних кочевников, что 2,5 тысячи лет назад они циркулировали и вошли в этот эпос тоже, как какой-то важный, в общем-то, элемент, как сцена, которая была необходима. И вот он, значит, помогает этому змею, ломает рога оленя, тот его заглатывает, и тут же змей превращается в юношу, батыра, который, оказывается, был сыном змеиного царя. И тот ему говорит, пойдем к моему отцу и попросишь у него, так сказать, в награду вот самое сокровенное. Вот. И, значит, он ему говорит, попроси у него посох, волшебный посох. Вот. Ну, а Урал-Батыр, как человек, наделен не только силой, но и мудростью, и провидением, решает, ну-ка я схожу действительно, посмотрю, что это там за такое змеиное царство. Вот. Если что, так сказать, там наведу порядок. И вот он отправляется с ним туда, в это змеиное царство, и происходит, так сказать, там сражение с этим змеями и драконами, которые пытались на него напасть. Вот. И он отбирает этот посох. А посох волшебный. Вот. И он узнает, что с помощью этого посоха можно там совершать, так сказать, волшебные какие-то действия, вызывать бурю, там, значит, побеждать врагов. То есть это оружие. Вот. И он с этим посохом отправляется уже, значит, к царевне Лебедь, этой вот, которая оказывается повелительницей как раз мира птиц. И вот он туда приходит, вот, и, значит, начинается там свадебное состязание, в котором он побеждает. Вот. Поскольку одним из важных испытаний является найти необыкновенную птицу, которая обитает, так сказать, неизвестно где. Вот он должен ее найти. Как она выглядит, тоже он не знает. То есть пойди туда, не знай куда, принеси то, не знай что. И вот он совершает полет на этом посохе, на Луну, судя по описанию. И там, на этой Луне, он находит эту девушку, лунную девушку, Айхэлу. То есть лунная красавица, буквально переводится. Она в облике утки плавает на Серебряном озере. Вспомните серебряные вот эти зеркала, которые порой изображаются как какие-то космогонические символы. Вот есть даже в одном из могильников каскажол зеркало, в центре которого изображена утка. И возвращается обратно. Оказывается, что это сестра вот этой вот царевны-лебедь, Хумай. И эта девушка является дочерью Луны, а Хумай является дочерью Солнца. Они обе, так сказать, вот дочери царя птиц Самрау. Вспомните, птица Самрау, Семере, Симург, Гаруда из индоевропейской мифологии. Птица, которая живет на мировом древе посреди океана. И когда она пролетает, то на этом волшебном дереве, так сказать, падают листья, там вот цветки, там ветки. И вот это все разносится по земному шару, и появляются деревья. То есть это дерево всех семян называется, в общем-то, древо жизни, на котором сидит вот эта гигантская птица, так сказать, повелительница всего. То есть это вот как бы еще одна такая вот интересная такая древняя такая вот параллель с мифологией индоевропейских народов. Почему я говорю здесь о индоевропейских народах, почему они здесь как бы запечатлелись, потому что на этих озерах присутствуют материалы как раз вот именно так называемой зауральской традиции с эпохи Мезолита до эпохи Энеолита. Здесь обитало население, которое имело тесные связи с Ближним Востоком. Это выходцы оттуда. Они сюда принесли скотоводство, коз, овец, быков. И от них вот здесь пошла, кстати, вот этот вот навык скотоводства, которое и дало толчок для развития цивилизации в Европе. Именно с Урала, возможно, отсюда пошла как раз и лошадь, которая была приручена здесь, которая только здесь обитала в это время. Так что вот этот вот импульс индоевропейский здесь прослеживается фактически с эпохи Палеолита. Вспомните геометрические микролиты, которые и в Мезолите присутствуют, и в Шикаевке вместе с костями мамонта найдены представители ближневосточной цивилизации. Так что здесь вот именно за Уралью как раз является таком вот местом обитания и, возможно, формирования как раз индоевропейских народов, которые вот тесно кондактировались с приуральскими народами, уральскими народами, то есть предками финнов, угров и тюрок в том числе, потому что они тоже относятся к уральским народам. Далее, так сказать, он проходит испытание, надо было поднять камень и швырнуть его, так сказать, он куда-то поднять камень, значит, и он единственный, кто его поднимает и швыряет его куда-то так далеко, что попадает в страну змей даже с помощью этой глыбы камня, значит, вот там начинается у них переполох и пожар и прочее. И это вот тоже интересный момент, потому что это вот как бы воспоминание тоже о каком-то древнем мифе связано с тем, что с помощью камня сбивалось лишнее солнце. Вот есть вариант одного предания, где Урал-Батыр сбивает лишнее солнце, и оно падает на землю и становится горами, уральскими горами, полными сокровищ всяких, там золота и серебра. Этот сюжет есть у китайцев, помните? Стрелок И, который сбивает лишнее солнце, которое тоже жарит землю, вот, и, так сказать, эти параллели показывают, насколько далеки вот эти связи, насколько они древние вот этой мифологии. Вот это я вам специально показываю, для того, чтобы вы понимали, насколько многослойен этот эпос. И в награду, значит, за исполнение своих, за исполнение, так сказать, вот желаний это хумай, он получает необыкновенного коня. Конь Акбузат спускается с небес, это небесный конь. Интересно, что это не какой-то там, знаете, вот подарок. Конь спускается и оценивает Батыра, он сам его выбирает. Это очень такая важная деталь, потому что в башкирском фольклоре конь имеет очень большое значение. Вот, и это фактически единственный народ, где конь обожествляется, где конь является самостоятельным персонажем. В одном из эпосов «Кара-юрга» он похищает невесту для своего незадачливого хозяина. и при этом он с ним, с ней в одном из вариантов живет на удаленном острове, как муж и жена, чтобы обуздать ее, так сказать, вот дикие инстинкты. И потом он только уже обузданную возвращает своему хозяину. Вы видите, насколько, так сказать, интересные, так сказать, параллели, как воспринимается конь в этой вот, значит, башкирской среде, соразмерному человеческому обществу. И по некоторым эпосам, преданиям, значит, конь является как бы параллельным народом, существующим вместе с человеком. Вот, эта деталь очень важная, поскольку она присутствует и в мифологии индоевропейцев, где кони, так сказать, вот, воспринимаются точно так же. Вот, как существа, которые жили до человека даже, и которые вот даже являются их противниками, потому что по мифологии индоевропейцев в коне разбивают вот эти вот глиняные фигурки человека, которые создают бог, потому что человек потом, как они знают, подчинит их себе, сделает их своими слугами. И, как видите, у индоевропейцев сохраняется такое вот отчужденное отношение к коню, поскольку это явление чуждое их культуре. Вот, и Березкин, значит, Юрий Евгеньевич прямо пишет, что у индоевропейцев этот образ коня заимствован у какого-то степного народа, с которым они тесто контактировали вот до переселения. И вот, значит, когда Урал-Батыр получает награду этого коня, и конь его выбирает, и он становится как бы вот с ним как бы друзьями, вот змеи и дивы понимают, что им настал конец. Урал-Батыр получил посох, Урал-Батыр получил необыкновенного крылатого коня, и теперь он уже вне, так сказать, фактически вне поля их досягаемости, и он не смогут их победить. И они в отчаянии, так сказать, вот, так сказать, совершают, так сказать, вот, ну, как бы, так сказать, такое вот как бы нападение на людей. Шульган, хитростью получив этот посох, протекает землю, поверхность земли, и из-под земли выходят голубые воды подземные, и затапливают всю поверхность земли. Этот сюжет, предоставление двух братьев и вражды из-за посоха, протеканием, значит, старшим братом земли, хорошо известен у народов уральской языковой семьи, это ханты, манси, коми, вот, поволжские народы, алтайские народы, у, значит, у шорцев, значит, алтайцев, других тюркских народов присутствует этот сюжет. Это говорит о древности этого сюжета, вот, собственно, но здесь он включен как бы в общую ткань, его, естественно, можно заметить только, когда ты знаешь мифологию соседних народов. Вот, и вот, с этого момента начинается битва, змеи нападают на людей, а люди пытаются отразить эту атаку, борются со змеями, вот, и Урал верхом на крылатом коне осушает это огромное море, океан. Там, где проскачет конь Акбузат, создавала, поднималась суша, вот, он, фактически конь воспринялся как солнце, которое осушает землю, вот, то есть он и был как небесное существо, так сказать, вот, фактически репликой солнца, в общем-то, белый конь крылатый. Вот, и я не буду вас отсылать другие мифологии, вы прекрасно знаете, что образ крылатого коня, белого, является, фактически, или, значит, символом солнца, или, так сказать, вот, его проявлением, так сказать, атрибутом, как мы говорим, когда, так сказать, вот на крылатой колеснице, помните, Гелиус едет, вот, в крылатых конях, вот, значит, или там, допустим, в Ригведе тоже часто упоминаются крылатые кони белые, которые, в общем-то, являются символом солнца, вот, и, значит, вот эта вот суша, которая поднималась, горы, которые поднимались, назвали дорогой Урал-Батыра, или дорогой Акбузата, вот, и постепенно, так сказать, вот, когда победили, так сказать, вот, всех этих змей, причем интересная деталь такая, когда убивали змей, змеи превращались, из них складывали горы, и когда побеждал, допустим, Урал-Батыр, царя змей, то возникла огромная гора в центре моря-океана, это, опять же, сюжет из Ригведы, Ригведы, это собрание гимнов, которое создавалось примерно 4 тысячи лет назад, и древняя мифология в них, это только цитаты, осколки в этих литературных произведениях, то есть она гораздо древнее, чем сам Ригведы, представьте, 4 тысячи лет древность, значит, этих литературного собрания, этих гимнов, а насколько древняя мифология, и явно чувствуется вот эта вот связь, в общем-то, с нашим регионом, поскольку здесь присутствует в Башкирском фолькбере огромная концентрация этих вот ригведийских сюжетов, которые проявлялась, в том числе, еще в раннем железном веке, так сказать, в обрядности, в каких-то символах и прочее, и это отмечали исследователи не раз, а тут вот, можно сказать, живая история, вот, змей-гора в центре моря-океана, это вот как раз образы ригведы, и там даже присутствует потом еще такая же, в общем-то, деталь присущая в ригведе, которую я скажу позже, вот, но вот это вот для нас очень важно. Когда, значит, Урал-Батыр победил всех змей, и он поймал своего старшего брата, вот, он его прощает, тот его умоляет по прощению, тот, в конце концов, прощает его, говорит, ну ладно, давай, смой свою подлость, в общем-то, в борьбе со злом, ты должен, так сказать, вот рядом с нами бороться с этим злом, который, в общем-то, опасен для людей, но тот его обманывает и прячется в озеро, глубокое бездонное озеро, которое возникло от протыкания этим посохом, это вход в подземный мир, вот, и туда спрятались вот недобитые эти змеи, дивы, вот, и когда наступила тишина, так сказать, мир, вот, люди расселились опять по земле, так сказать, вот, уже возникшие, так сказать, вот, из тел этих змеев, и там, где осушил землю Акбузат, вот, они столкнулись с проблемой, источник воды-то один, это озеро, где живет Шульган со змеями, а змеи нападали на людей, которые приходили за этой водой, то есть, вот это вот озеро Шульган является центром мира, вот, больше источников воды нету, вот, и люди приходят к Урал-Батыру и просят его, помоги, надо как-то вот, зло, так сказать, добить это, потому что житья нету никакого, вот, и Урал-Батыр идет войной опять на этих змеи, а как их оттуда достать, он пытается выпить этот родник, и Шульган приказал, чтобы змеи вошли внутрь Урала, и те стали его там изнутри, значит, вот, уязвлять, вот, и Урал уже почувствовал, что он, значит, умирает, оставляет наказ, что младшие должны почитать старших, что юноши должны пройти дальние путешествия, и только вот в битвах и прочее они получат звание Батыра, вот, и только тогда должны уже, так сказать, они восприниматься, как полноценные, так сказать, члены общества, и, значит, потому что добро, это и есть источник жизни, вот, и здесь он умирает, и его тело превращается в гору Урал-Тау, вот отсюда и пошло название Уральские горы, Урал-Тау, хребет Урал-Тау, вот, и по другому варианту, над телом Урал-Батыра насыпают большую гору, Курган, который тоже назвали Урал-Тау. Здесь становится понятным, в общем-то, вот, и, может быть, вот этот обряд насыпания Кургана, фактически, вот, в нашей, вот, южноуральской традиции, а считается, что именно на Южном Урале в ямной культуре появились эти гигантские, так сказать, вот насыпи, вот, именно с, вот, этой вот мифологии Уральских связано, вот, это вот восприятие, значит, горы, как погребения, и погребения, как горы, вот, и появление Курганов связано, вот, именно с этим, вот, восприятием, значит, погребального обряда, вот, и интересно, что в другом эпосе Кангур-Буга, значит, героиня, оказавшись, вот, перед огромной грудой камней, величиной с гору, вспоминает, что это, вот, могилы батыров, и вот она исполняет гимн, посвященный Урал-Батыру, и Урал-Батыр выходит из этого, из этой могилы, и, поскольку его вызвали, так сказать, вот, при исполнении эпоса, и объезжает, так сказать, вокруг эти окрестности, вот, это гигантский всадник, такой дух богатыря, и оглядывает, неужели появились опять враги, раз меня вызвали из могилы, и вот это вот, даже вот, мотив вот этого, огромная гора из камней, на каждой горе здесь есть вот такие курганы, сложенные из камней, это уже тоже, так сказать, вот, возможно, уже дань этой традиции, вот, в основе которой лежит восприятие, вот, как раз, текста «Урал-Батыр», вот, и, интересно, что вот этот образ всадника, который живет на горах, вам знаком, это кто? Это Светогор, самый древний, эпический герой русского фольклора, который был воспринят от какого-то скотоводческого народа, как писал проп, великий фольклорист наш, вот, который является очень древним и, несомненно, так сказать, вот, это связь, потому что единственная аналогия, вот этот герой, живущий на горах, а здесь мы видим, фактически, передачу этих же сюжетов, различных эпосов, которые являются, как бы, продолжением этого эпоса, целый цикл эпосов существует у башкир, вот, и в основном в эпосах упоминаются его героические деяния, это связано с осушением как раз вод мирового потопа, вот, следующее, этот сюжет, как вы знаете, и присутствует в Ригведе, там, значит, Индра осушает воды всемирного потопа и тел змей складывает горы, и самое интересное, что вот как раз вот это озеро Шурген, это озеро, которое является началом пещеры Шурганташ, его называют озером Шурген, и считается, что именно там является вот как раз вход в подземный мир, и там обитают как раз души умерших людей, вот, туда, значит, в эпосе Агбузат самых красивых девушек, ханов Шургену, приносили в жертву, вот, и действительно, это озеро глубины более 100 метров, озеро Ваклюс, озеро Родник, и фактически мы здесь видим древний космогонический миф, который в различные эпохи дополнялся новыми сюжетами, вот, и эти сюжеты можно расчленить, так сказать, вот, по времени, вот, но в целом, это единое произведение, которое было, несомненно, так сказать, литературно обработано в последующем, и вот последний сюжет, это отверзание рек, когда Урал-Батыр умер, дети решили, что надо завершить дело отца, а как? и вот они берут в руки меч, волшебный меч, алмазный Урал-Батыра, и этим мечом разрубают гору Иремель, и отверзает истоки четырех или семи рек, есть вариант двенадцать рек, вот все эти реки, Агидель, Урал, Ильяек, вот, Ногуш и прочее возникли от того, что дети Урал-Батыра пошли впереди этих потоков, прокладывая русла этих рек. Этот сюжет есть в Ригведе, где Индра разрубает горы и отверзает истоки четырех или семи рек. Это единственный случай, когда мы имеем дело прямую аналогию с Ригведой. Ни одного народа больше нету таких прямых аналогий. Как видите, одно это указывает на глубокую древность. Могли неграмотный СССР, который никогда не считал книг на английском языке, тогда была Ригведа издана только в Англии. Такое вот написать. Таким образом, это огромный эпос, который возник давно, в глубокой древности. Об этом говорит его содержание, об этом говорят сцены, которые мы можем даже найти аналогии у различных народов. И соответственно, возник вопрос, а где следы влияния этого эпоса? Я уже говорил вам, они оказались, в общем-то, эти следы и в русском эпосе, они присутствуют в эпосах других народов, там и у Чувашии присутствуют такие сюжеты, там хан Шульган там описывается как хозяин подводного мира, повелитель змей. такие сюжеты есть в русских сказках «Конек-горбунок», созданный по мотивам башкирского эпоса, фактически сказка по волжскими народами, которые потом были приведены на русский язык, и Ершов один из вариантов записал, хотя есть множество вариантов, в том числе башкирский. И мы здесь можем выделить архаический пласт, связанный с двумя утками, созданием мироздания. Второй пласт это борьба двух братьев из-за посоха. И третий пласт это уже пласт связанный с индоариями, как раз создание суши, извод мирового потопа, отверзание рек. И последний пласт фактически датируется эпоха бронзового века. Тогда каким временем датируются предыдущие пласты? Подумайте. Аналогии есть. Пещера Игнатьевская. Единственная пещера на земном шаре, где в единой композиции изображены лошадь и змеи. И какие-то вот, видите, знаки. Есть еще одно изображение змеи в Игнатьевской пещере. И на Писаницах тоже встречаются изображения, собственно, которые присутствуют и в эпосе. Это образ утки, солнца. Две утки, озеро изображено предположительно, я так думаю, а может быть, это тоже солярный знак. Есть другие изображения уток. То есть это говорит о том, что этот древний миф уральский, существовавший эпоху неолита, он был одним из основ этого древнего эпоса. Но самая интересная аналогия Шульганташи. Фактически верхняя лошадь с ображением этой трапеции, это крылатая лошадь. Как раз эта композиция троичная, это композиция, показывающая верхний небесный подземный мир и средний мир, мир человека. И вот на ассирийском сосуде есть изображение крылатых лошадей, а это изображение крылатых лошадей гусармат и скифов. Это тоже очень важный момент, потому что этот образ крылатого коня мог прийти не от греков, а он изначально присутствовал в мифологии народов, которые населяли территорию в том числе Южного Урала. А вот то, что я вам говорил. Это все 5-4 века до нашей эры сюжет, который вошел в эпосу Ралбатыр. То есть уже тогда эпос существовал и был известен ранним кочевникам. Раз они туда добавили такие важные силы, а возможно этот сюжет и вошел в изобразительный ряд этих ранних кочевников. прямые прямые иллюстрации к эпосу. Вот сарматская вверху бляха, изображающая такого богатыря, который схватил за хвосты двух драконов. И он едет верхом на льве, потому что только в эпосе Уралбатыр на территории Евразии описывается герой, который ездил верхом на льве. В последующем уже только в мифологии Греции и Рима появляются герои, персонажи, которые ездят на пантере или на льве. Но до традиционной культуры только у башкир есть такой мотив. Соответственно, здесь мы можем говорить о том, что или это иллюстрация к эпосу, или этот образ был популярен примерно 2000 лет назад, и он тоже вошел как сцена, как мотив в этот эпос. И есть еще блюдо, которое найдено было в Краснодарском крае, где описывает, видите, изображена такая интересная сцена. Герой верхом на льве, вооруженный дубиной, так же, как и Урал-Батыр с Акмаром. И рядом изображена женщина, которая руку положила на голову ребенку. Ребенок так вот бежит куда-то, видите, вот он такой изображен. И все это окружено, видите, как бы такими вот внизу земля, сверху растения, как бы такая космическая сцена. И в эпосе Урал-Батыр в каждом царстве, где он пребывал, где он побеждал, он оставлял детей. Вот четыре сына его приходят к нему на помощь в борьбе со змеями. И вот одна из сцен это проводы богини Хумай своего сына на помощь своему супругу Урал-Батыру. И вот эта сцена там подробно описана. Боже, нигде я ее не встречал такого. Вот только в этом эпосе вот эта сцена является одним из важных таких вот элементов сюжета. И когда здесь мы видим соединение как раз вот стольких вот вроде бы казалось бы уникальных явлений, как герой вооруженной дубины верхом на льве. Вот видите голова врага там уже внизу изображена оторванная. Тут же богиня Хумай воительница, которая этих змей тоже там побеждала и могла их к примеру разверзнуть землю туда сбросить змея Заркума. И вот мальчик который несомненно имеет отношение к ней участвующий в сцене противостояния. Это поразительно в общем-то фактически а это сарматый центр обитания которых и формирование был Южный Урал. Ну и в эпоху средневековья я так думаю что вот этот образ космического всадника который несет добро который проповедует то что вечным является не вечная жизнь а вечным является добро которое человек делает и вот этот образ не мог быть потерян так сказать в культуре этих народов и он сохранялся не только у башкир но передавался другим народам и вот мы видим что вот этот образ всадника верхом на белом коне которого ханты называли мир суснехумом который следил за людьми вот возможно изображался здесь в Булгарии или в Башкирии делались вот такие блюда где отражались вот эти мифологические сюжеты и образы которые были близки и понятны так сказать Урала по Волжскому населению вот этот садник едущий по горам вот у него там птица впереди летит в руке сокол это канонический образ воина в такой царской царской шапке такой возможно это образ как раз навеянный Урал-Батыром и многочисленные изображения вот этих всадников которые окружены зверями то есть это как бы образ космического всадника который повелевает природой землей они в большом количестве встречены и в Поволжье и в Сибири и на севере и они специально делались в булгарских мастерских на продажу в обмен на меха это 10-11 века вот и я так думаю что это образ тоже навеянный Урал-Батыром если вот мы видим даже такие мощные проявления этого эпоса в нашем даже фольклоре русском вот выводы ну фактически здесь мы имеем дело с мифологическим эпосом мифологический эпос есть только у финских народов среди европейских народов это Калевала больше на территории Евразии эпосов мифологических которые являются по сути мифами превращенными так сказать вот такие вот литературные тексты больше нету ну пополь вух есть вот ну и больше ничего вот и этот эпос гораздо древнее чем те которые мы знаем вот к примеру на Алтая у южных южно-сибирских народов вот и фактически здесь мы можем говорить о том что эпос урал-батыр и акбузат как его как бы вариант вот является истоком вообще эпической традиции Урала сибирских народов вот и последующим вот эти вот эпосы раннего железного века средневеков где описываются подвиги уже героев вот которые опускаются подводный мир вот к хану Шульгену и добывают там красавицу невесту себе и выходят оттуда с лошадьми табуны лошадей идут за ними и быков и коров вот это все уже как бы более позднее проявление а уже героические эпосы когда герой отправляется куда-то там на войну это уже вообще средневековье и вот такие эпосы в основном в Южной Сибири там только отдельные элементы мифологические присутствуют поэтому вывод напрашивай один тюркские эпосы сформировались на основе собственно башкирских эпосов это древнейший пласт который сформировал так сказать мирозрение вошел фольклор и вы знаете вот озеро банное называется маузды чудовище или или лошадиное озеро потому что оттуда вышли кони башкирии считают что из каждого озера из каждого колодца выходит или дракон или или крылатые кони вот и значит в табунах в каждом табуне есть такой крылатый кони надо поэтому звените уздечкой ночью когда идете чтобы крылатый конец прятал крылья иначе если вы его увидите глазами все уйдет удача уйдет богатство кони перестанут размножаться и прочее так сказать ее очень зачахнут поэтому башкиры такой обычай соблюдают до сих пор то есть это живое это до сих пор и мы когда изучаем вот эти курганы с удивлением обнаружим что на древнем кургане сооружена оградка эти курганы считаются могилами святых праведников или воинов которые погибли так сказать за значит когда-то в древности там за башкир башкирские предки вот и находим современные монеты даже вот древность которая присутствует в современности вы здесь так сказать фактически эту древность можете увидеть воочию вот и наша задача конечно это все дело сохранить и приумножить чтобы она не исчезла на новом уровне как в и в и и и и и и и и Продолжение следует...